Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Константин Каченко, у меня информационный блог Kremlin Russian. Более полумиллиона подписчиков, ежедневно мы освещаем новости, связанные с вами. Все мы слышали про информационный вброс, так называемое Панамское досье, где фигурирует музыкант Ралдугин, который является вашим другом. В связи с этим, большое количество моих подписчиков завалили меня вопросами по данной теме. Пользуясь случаем, хотел бы ответить на вопросы своих подписчиков и попросить вас прокомментировать. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Вот о чем можно было бы сказать и с чего начать? Здесь вот коллега из Дагестана уже начал с Сирии, но начинать нужно не с Сирии, начинать нужно с начала 90-х годов. Я постараюсь, тем не менее, быть кратким. Когда наша страна была в очень тяжелом положении и лежала в руинах, тогда это, в принципе, очень всем нравилось, посылать нам картошку и другую гуманитарную помощь. И диктовать то, что они считают нужным в отношении России и использовать ее для своих интересов. Постепенно, кстати говоря, и тогда были здравые, порядочные люди и в Европе, и в Штатах, которые говорили, нельзя с Россией так обращаться. Нужно соблюдать ее интересы. Она еще встанет на ноги и будет лучше, если мы заранее будем в отношении России проводить такую сбалансированную политику уважения к ее интересам. Так называемые правящие круги в основных странах к этому не прислушивались. И все началось, если вы помните, с Югославии, когда впервые западная пресса обрушилась на первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина, когда он прямо заявил о нашей позиции неприятия бомбежек Белграда и силовых действий в отношении этой страны. Дальше появились проблемы на Украине, переворот, желание жителей Крыма присоединиться к России. Сейчас я не буду комментировать все в деталях, у нас и времени для этого нет, и формат другой. Наше отношение к событиям на юго-востоке Украины. Более мелкие вещи есть. Ну, такие, например, как невыдача господина Сноудена. Это все, как наши партнеры некоторые считают, раздражителями в наших отношениях. Они привыкли к монополии на международной арене и не хотят ни с кем считаться. Ну, а последние события в Сирии прямо показали возможности не только возможности России решать проблемы где-то рядом с собой, но и вдали от наших гранит. Но это для них не главное. Даже то, что наша экономика, несмотря на все проблемы, которые мы сегодня переживаем, стала более независимой, самостоятельной и более самодостаточной. Хотя у нас еще зависимость есть от нефти и газа и так далее. Тем не менее, сегодняшняя экономика почти в два раза больше, чем в начале 90-х годов. Мы в два раза почти увеличили объем нашей экономики, возможности вооруженных сил возросли многократно. И мы видим это как раз на примере Сирии. Но больше всего наших оппонентов беспокоит даже не это, а единство и сплоченность российской нации, многонационального российского народа. И в этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется. Самый простой способ какой? Это внести какое-то недоверие внутри общества к органам власти, к органам управления, настроить одних против других. Это с блеском было применено в трагические годы Первой мировой войны, когда страну просто довели до распада. Сегодня это покушение с негодными средствами. Ведь вы здесь специалисты, все журналисты, правильно? Вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись. Вашего покорного услуги там нет. Ну не о чем говорить. Но задание-то есть, надо работать. Чего это сделали? Сделали информационный продукт. Нашли кого-то из моих знакомых и друзей, я сейчас о них тоже скажу. Значит, что-то там поковыряли и слепили. Посмотрите, что я смотрел эти картинки. Там на заднем плане много-много людей, непонятно каких. А фотография вашего покорного услуги на переднем плане. В большом формате. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг господина президента России. Вот он чего-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. А то, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов, это сейчас нам Викиликс показал, то, что они позволяют себе хамить иногда публично, нам за это принесли прямые извинения некоторые высокопоставленные чиновники, администрации. Но я думаю, не потому что им стало стыдно, а потому что они умнее тех, кто это делал. А в чем проблема? А в том, что когда официальные лица, скажем, Госдепа, либо администрации США заявляют какие-то такие хамоватые вещи, то это значит, что они обозначают себя как заинтересованные лица. И это, конечно, с точки зрения достижения обконечного результата плохо для них. Но для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик. Теперь, что касается Сергея Павловича Ралдугина, он не просто какой-то музыкант, он народный артист России, блестящий музыкант. Но я думаю, что один из лучших в стране, он вот был членом жюри на международном конкурсе Чайковского. Он начинал работу здесь, в Ленинграде, Петербурге, у Мравинского. Он долгое время работал у Георгиева, был ректором Ленинградской Петербургской консерватории. Но он человек творческий очень. Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. Насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но какой его бизнес? Значит, он является мини-ритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов, чушь, нет ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Но вот что любопытно и интересно, я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Дорогие вещи. Но мы всегда приветствуем, когда кто-то делает что-то подобное. Но он идет еще дальше. Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается чем? Оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений. И на протяжении многих лет занимается, не выпячивая себя, организацией концертов, продвижением русской культуры за границей, фактически оплачивая это из своих средств. Вот чем больше у нас будет таких людей, тем лучше. И я горжусь, что у меня есть такие друзья. Аплодисменты.